Победа в чемпионате НБА, наверное, самое важное достижение, которого может достичь профессиональный баскетболист. Тем более, если учитывать конкуренцию, которая вынуждает лучших игроков, образно говоря, выпрыгивать из штанов и показывать свои самые лучшие стороны для достижения результата. Для того, чтобы завоевать трофеи Ларри О'Брайена, недостаточно собрать в команде лучших суперзвезд. Для победы потребуются также и другие составляющие. Командная химия, выстроенная система игры и качественная работа фронт-офиса. Как вы понимаете, выиграть трофей очень сложно. И в сегодняшнем выпуске мне бы хотелось представить вам на обозрение свой небольшой список как раз-таки из самых сложных чемпионских титулов в истории. Доброго времени суток, дорогие любители баскетбола. С вами, как всегда, канал Оранжевый Мяч. И это ТОП-10 сложнейших чемпионств НБА, по моему мнению. От вас я попрошу лишь лайк и подписку на канал. Давайте попробуем пробить отметку в тысячу больших пальцев вверх. Минутка полезной рекламы и будем начинать. Ребят, немножко вас отвлеку. Уверен, что вы, как и я, сталкивались с проблемой дефицита оригинальных брендовых вещей на российском рынке. Так вот, наш партнер-магазин Сникер Лар поможет вам решить эту насущную проблему. Только настоящие бренды и качественные вещи. Огромный выбор товаров, живые отзывы и оперативная доставка. Приятным бонусом для фанатов станут регулярные конкурсы и крутые акции. Например, с сегодняшнего дня там начинает действовать скидка в 10% при заказе от двух товаров в чеке. Прибавьте к этому мой промокод BOL10 и ваша общая скидка составит уже 20%. Если вы закажете 3 товара, то скидка от магазина увеличится до 15%. Значит, общая будет уже 25%. Выгодней акции я еще не видел. Поэтому советую вам ознакомиться с ассортиментом на сайте магазина или в их паблике во ВКонтакте. Ссылки все в описании и закрепленном комментарии. Хороших вам покупок! До сезона 2020-2021 Милок и Бакс не выигрывали чемпионский титул 50 долгих лет. Однако, именно Яниса Тадакумба и команда, собранная вокруг него, позволила фанатам почувствовать вкус победы. Хотя мало кто верил, что такое может случиться так быстро. Да, Янису было уже 26 лет и казалось, что пора доказывать свою состоятельность. К тому времени он уже был двухкратным MVP, но никак не мог вытащить оленей в финал. Многие фанаты начали сомневаться в его таланте. Они сетовали лишь на физику и доминацию в регулярке, которая попросту испарялась на стадии плей-офф. В постковидном сезоне 2021 все сложилось, как вы поняли, иначе. Грек закрыл рты всем хейтерам, которые сомневались в его способностях. В первом раунде Бакс уверенно разгромили прошлогоднего финалиста Майами, лидером которых по сей день является Джимбо. Во втором раунде они столкнулись с суперкомандой из Бруклина, которая по ходу серии, разумеется, развалилась из-за травм, но гений Дюранта тут никто не отменял. Милоки выстояли и преодолели, возможно, самое серьезное испытание в эпоху Яниса к тому моменту. В финале конференции пали набравший ход Хоукс, которые в том сезоне смотрелись очень круто, а их лидер Трей Янг демонстрировал баскетбол высокого уровня. Ну и, собственно, финал НБА. В очередной раз греку и компании пришлось прогрызать себе путь к Олимпу. Они смогли обыграть пиковый за последние годы Феникс, при этом одержали 4 победы подряд после двух поражений на старте серии. 35 очков плюс 13 подборов, 5 ассистов, 1 перехват и почти 2 блока в среднем от Яниса. Это один из лучших финальных индивидуальных перформансов за всю историю. И я очень рад, что мне посчастливилось смотреть всю ту серию в прямом эфире. Как по мне, Янис сделал очень важную вещь. Он остался лояльным своей команде, принес ей титул и сделал это в крайне сложной обстановке. Поэтому я решился поставить этот поход за гайкой на 10 место. Выиграть три титула подряд непростая задача, но Коби и Шак были теми парнями, которые способны на это. Под руководством Фила Джексона Лос-Анджелес Лейкерс были настроены на самые высокие результаты. Однако получилось все не так просто, мягко говоря, как хотелось бы. Начнем с того, что Пурпурно-Золотые столкнулись с главной проблемой. Конфликтом своих главных звезд, который с каждым годом разгорался все сильнее. Во-вторых, в этом году Лига на Западе была конкурентна как никогда. Плей-офф Лос-Анджелес встретился с сильным Портлендом, вечно лидирующим на Западе Сан-Антонио Спёрс и прекрасно прогрессирующими Сакраменто Кингс. С первыми двумя озерники смогли разобраться без особых проблем, даже несмотря на то, что Тим Данкан и Тони Паркер старались во втором раунде изо всех сил. Гения Поповича и компании не хватило более чем на одну победу. Но практически каждый матч, кроме третьей встречи, был ровень в ровень. В финале же конференции озерники были близки к вылету как никогда. Наверное, только Портленд в 2000 году был настолько же близок к их апсету, как Сакраменто в 2002. И если бы не общепризнанный судейский беспредел в шестом матче, то Лейкерс вряд ли бы вышли в финал. Однако, они смогли вытащить шестую игру, а затем забрать седьмую. В самом финале сопротивления уже не было, но для парней Фила Джексона этот поход был крайне тяжелым. Те Сперс и те Сакраменто были сильнейшими командами Запада. Именно серии с ними фанаты считали главными. Номинальный финал с Нец уже ничего не значил. Тот созыв Лейкерс прошел это испытание и забрал для себя, наверное, тяжелейшее чемпионство из всех трех. Несмотря на конкуренцию, расприя между Шаком и Коби и глобальное давление перед их трипитом. Майами Хит в сезоне 2005-2006 прошли удивительный путь. Они провели действительно сильную регулярку, заняв первое место в своем дивизионе. Но никто не ждал от команды Шака и Уэй до такого прорыва в плей-офф. Точнее, они были не в числе явных фаворитов на этот трофей, но потом постепенно сделали себе имя. В этом самом плей-офф Хит уверенно прошли два первых раунда, в которых одолели не слишком серьезных соперников. Но в финале конференции их ожидал двухкратный финалист последних двух лет Детройт Пистонс. И это была жесточайшая заруба, жесточайшая проверка для Ди Уэйда и Шака. Ди был молот и горяч, а Шакстер до сих пор не забыл то поражение в 2004-м. Мотивацией им было не занимать. В конечном счете, второй созыв плохих парней был бит со счетом 4-2. А в финале НБА подопечные Петтер Айли схлестнулись с главным фаворитом сезона Даллас Маврикс. Праймовый Дирк Новицкий, Джейсон Терри и другие. Та команда была сильна как никогда и, если честно, мало кто ставил на Майами в той серии. Тем не менее, Дуэйн Уэйд, а.к.а. Флэш, совершил, как кажется, невозможное. Он взял игру в свои руки и делал с обороной Маврикс страшные вещи. 35 очков, 8 подборов, 4 асиста и почти 3 перехвата в среднем за встречу. Да, не обошлось без вопросов к судьям, но победителей, как говорится, не судят. Кит завоевали не просто сложнейшее чемпионство, но и первое в истории франшизы. Восьмое место для меня тут вполне заслужено. Грег Попович и его подопечные из Сан-Антонио Спёрс, наверное, целый год просыпались по ночам от кошмара поражения в финале 13-го. Они буквально упустили титул из рук, когда казалось, что все уже решено. Поэтому хотели вернуть себе свое в сезоне 13-14. В плей-офф первом раунде Сан-Антонио понадобилось аж 7 матчей, чтобы одолеть Даллас Диркановицке. Затем были обыграны неуступчивые Блейзерс и вышедшие в свой прайм игроки Оклахомы в лице Уэсбрука Дюранта и других, которые буквально два года назад играли в финале. Неплохой такой набор, не так ли? Собственно, в этом финале сработало правило подачи блюда под названием «Сладкая месть». Как известно, оно подается холодным. Буквально через год шпоры смогли отомстить своим обидчикам из Майами. Супертройка Хит во главе с Леброном капитулировала в пяти встречах. Кавай забрал титул MVP финальной серии, а Леброн в межсезонье перевез свои таланты домой, Кливленд. Да, на мой взгляд, самое сложное чемпионство для Чикаго Майкла Джордана – это титул, завоеванный подопечными Фила Джексона в сезоне 92-93. Дело тут, конечно, в уровне соперников, которых быки проходили на стадии плей-офф. Если первый раунд и победа над Хоукс в трех матчах отняла у Джордана и компании мало сил и эмоций, то следующие два раунда и финал оказались намного тяжелее. Во втором случае интересный Кливленд, который по сезону одержал 54 победы, серьезно потрепал Чикаго нервишки. Кончилось все джентльменским свипом, но если пересмотреть матчи, легкой прогулкой там не пахло ни в одном. Дальше больше. В финале Востока Джордан как лидер выступил против одного из лучших центровых НБА в истории – великого Патрика Юинга в своем прайме. Это была настоящая бойна – мужской силовой баскетбол, в котором сильнее вновь оказались парни Фила Джексона. Джордан доказал свое превосходство над Юингом как лидером и готовился доказать кое-что еще кое-кому в финале. Этим кое-кем, как вы поняли, был Чарльз Баркли. С его прекрасным Финиксом, который по регулярке собрал аж 60 побед и был силен как никогда. Баркли стал МВП того сезона, и для Джордана это было что-то личное. Сэр Чарльз был очень крут, он показывал баскетбол высочайшего уровня, но Джордан и тут показал свое превосходство. Чикаго не без труда забрали чемпионство, одержав 4 победы при двух поражениях. И, собственно, на шестое место по сложности, в моем понимании, это чемпионство тянет. После титула 2009 года от Лейкерс, многие полагали, что чемпионат 9-10 будет более конкурентным. Лейкерс не были непобедимой командой. Лучшим игроком был, безусловно, Коби. На подпевках выступал Пау Газоль, а поддерживали этот дуэт множество качественных исполнителей. Подопечные Фила Джексона смогли достичь показателя 57 побед в регулярке и вышли в плей-офф, полные решимости завоевать второе чемпионство подряд. На пути к успеху Озерники попотели в первом раунде. В серии против совсем молодых ребят из Оклахомы. 21-летних Дюранта и Рассела Уэсбрука, а также 20-летних Ибаки и Хардена. Затем проходная серия с Ютой и опять Просак. Неуступчивый Феникс Праймового Стива Нэша, Амары Стадемайера, Джейсона Ричардсона и все еще дающего жару переродившегося после травм Гранта Хила. После четырех стартовых матчей счет в серии был 2-2. Но затем Коби подрубил режим Бога и вывел Озерников в третий финал подряд. Наступило время реванша. Коби Брайант и По Газоль выступили в роли Бэтмена и Робина против настоящей фантастической четверки из Бостона. Пол Пирс, Кевин Гарнет, Рей, Аллен и Реджин Ронда. После пяти матчей Бостон буквально оказался в шаге от второй победы со своим Биг Трио и вторым унижением Пурпурно-Золотых за три года в финале. Однако в шестом матче Коби Бин Брайант на пару с Газолем и остальными понижают Бостон в классе со счетом 89-60. А в седьмой встрече великий бросок Рона Артеста в концовке снимает все вопросы. Один из самых крутых финалов в истории. Одна из самых сложных побед для Лейкерс. И мой любимый финал на пару с финалом 2019 года, в котором Торонто обыграли Голден Стейт. Об этой команде я очень подробно говорил в нашем последнем выпуске про чемпионство 2004 года. Детройт перед началом сезона не входил даже в тройку главных фаворитов. Он на востоке-то не был лучшим, как казалось при топовой по тем временам Индиане. И все-таки выяснилось, идеальная защита бьет не только идеальное нападение, но и просто хорошую защиту. Пистонс добрались сначала до финала конференции, обыграв Милоки, а потом и прошлогодних финансов. Из Нью-Джерси Нэдс в семи встречах. Уже там они одолели Индиану, набирая всего лишь по 75 очков в среднем за серию. Но то ли еще будет. В финале Детройт Пистонс не оставили камни на камне от Лос-Анджелес Лейкерс, когда на них буквально никто не ставил. 4-1. Это было просто бомбезно. И я реально считаю это чемпионство одним из самых сложных за всю историю. Очень недооцененный сезон от Хьюстона. Сейчас поясню. Рокетс 94-95 – та команда, которая на пути к титулу обыграла сильнейший по результатам в регулярке франшизы за все время существования НБА. Давайте по порядку. В первом раунде Алладживон и Дрекслер одолели сумасшедшую юту Карла Мэлоуна и Джона Стоктона, которые одержали 60 побед в регулярке. И сделали они это всего лишь в пяти встречах. Дальше был Феникс Чарльза Баркли с 59 победами, в которых Хьюстон прошел буквально на соплях в семи матчах. Финал Запада против Спёрс с их 62 победами. Алладживон просто уничтожил сурового адмирала Дэвида Робинсона в шести встречах. И уже в финале Рокет с камня на камне не оставили от Мэджик молодого доминатора Шакила Унила и его верного помощника Пенни Хардвэя. Орландо, к слову, также имели более 55 побед на своем балансе до плей-офф. Если посчитать общий процент выигрышных матчей соперников Хьюстона по плей-офф, то он составит 72,5%, что, как я уже сказал, является самым крупным в истории среди всех противников для конкретного чемпиона. И этот факт не стоит недооценивать. Думаю, что третье место для Хьюстона вполне объяснимо. Наверняка многие полагали, что чемпионство Кливленд Кэвальер с 2016 года окажется в моем топе на первом месте. Но не все так просто. Да, забегая вперед, можно признать, что камбэк Кавс – это, возможно, величайшее событие в истории финалов. Однако, если рассматривать другие сопутствующие детали, становится понятно, что у Кливленда было большое количество ресурсов для победы. В их составе был лучший игрок НБА Леброн Джеймс, лучший болг-хендлер НБА и один из лучших клатчеров Кайри Ирвинг, а также стабильный ол-стар Кевин Лав. Прибавьте к этому качественную скамейку запасных и получите сильного контендера. По плей-офф, вплоть до финала, они не встретили никакого сопротивления. 4-0 над Детройтом, 4-0 над Атлантой и 4-2 над Торонто. Легкая прогулка. Затем, да, окей, камбэк с 1-3, но не забываем про дисквалификацию Дреймонда Грина, который спутал воинам все карты. Безусловно, великий финал, великая игра Леброна, великий бросок Кайри, но в целом тот титул я не считаю самым сложным, потому что первое место лично для меня непоколебимо. Именно Дирк Новицкий, как по мне, прошел труднейший путь к тому, чтобы стать чемпионом НБА. Начнем с того, что до 2011 года статус Новицкий как суперзвезды и легенды находился в шатком положении. Он проиграл в финал 2006, проиграл в первом раунде годом позднее, хотя тогдашний Даллас считался главным фаворитом сезона. В 2011 году Новицкий было уже далеко за 30. В его команде не было ни одного ол-стара, в основном всем ключевым игрокам было уже также за 30 или далеко за 30. Киду, например, было 37. Несмотря на это, организация была слаженная и крепкая. 57 побед в регулярке, это вам не хухры-мухры. В первом раунде Маверикс с трудом прошли очень веселый Портленд, Ла Маркуса Олдриджа и Джеральда Уоллеса. После этого уже во втором раунде произошла сенсация. Даллас разгромил действующего чемпиона Лейкерс во главе с Коби Брайантом. Это еще не все. В финале Запада Дирк и компания громят Оклахому, восходящего в прайм Кевина Дюранта и Рассела Уэсбрука. На все про все им понадобилось 5 матчей. Ну и финал. Великий камбэк во второй встрече, равный счет и дальнейшее унижение, как оказалось, непобедимой по тому сезону тройки Олл Старов. Уэйда, одного из лучших атакующих защитников лиги. Леброна, возможно, лучшего игрока на тот момент. И Криса Боша, идеальной третьей звезды по меркам НБА. 4-2. И хворающий Дирк, которого Уэйд и Леброн так некрасиво пародировали в подтрибунке, забирает титул MVP финальной серии и приносит Далласу первое и пока единственное чемпионство в истории. Хотите соглашайтесь, хотите нет. Это мое мнение. Чемпионство Дирка с Далласом в 2011 году самое сложное в истории НБА. А на этом, в общем-то, все. Пишите в комментариях ваше мнение касательно сложнейших чемпионств за всю историю. Будет очень интересно почитать. Может, я кого-то забыл или незаслуженно не упомянул. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на который, как всегда, в описании. А QR-код на ваших экранах. Услышимся в новых видео. Любите баскетбол. Всего вам самого доброго и до связи.